доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды и как и всегда мы вместе с вами анализируем события финансового рынка то что на финансовых площадках произошло и что еще может случиться с учетом того новостного фона событий статистики которые мы ожидаем друзья на этой неделе очевидно что рынок явно живет надеждами на то что якобы решающие переговоры которые должны пройти между чиновниками сша и китая на этой неделе в четверг стать в четверг пекин собственно прибудет делегация манучина и лайтхайзера об этом я уже говорил участники рынка полагают то что на этой встрече могут быть обозначены какие-то прорывные решения что в конце концов позволит настраиваться уже в таком оптимистичном русле на то что перемирие которая продолжается между странами истечет в конце этого месяца но истечет благополучно посредством подписания в конечном счете торгового соглашения и станет кульминацией преодоление торговых разногласий снятия со глобальных рынков одного из основных факторов неопределенности оказывающиеся серьезное негативное воздействие и на настроение и на перспективы экономического роста очень много раз я вам говорил если вы спекулируете на британской валюты вы должны для себя выбрать давно уже позицию к какому лагерю трейдеров вы относитесь оптимистом либо а пессимистом верите ли вы в мягкий брэкзит либо вы все-таки сторонники жесткого брэкзита сейчас в отношении переговоров между сша и китаем нужно друзьям выбирать такую же позицию нужно делать выбор вообще все что на площадках происходит это все следствие определенного выбора разделяете ли вы позицию тех кто считает что разногласия действительно будут преодолены и сша и китай подписан подпишут двусторонние торговые соглашения либо вы все-таки сторонники друзья того что сам а факт серьезных непримиримых опять же противоречий которые на мой взгляд очевидны сам факт того что трамп очень агрессивно действовал ранее против кита и скорее всего продолжить действовать таким же образом посредством установления торговых барьеров повышение импортных пошлин все это указывает на то что так просто он не откажется от политики протекционизма политики которая предполагает защиту национальных производителей важно также подчеркнуть что китаю может быть даже и нечего предложить на сша если упираться в показатели торгового баланса в динамику именно торгового характера все-таки штаты импортируют на 500 миллиардов китай хеоп 3 спали на раза меньше плане американских товаров и в связи с этим найти какое-нибудь компромиссное начало будет не так уж и опрос поэтому я для себя уже выбрал позицию пессимиста в данном случае я буду ждать того как завершится февраль друзья но изначально я склонен полагать что каких-то позитивных продвижений не будет собственно как на этой неделе их не будет а в конце месяца и в марте если конечно же трамп еще не поднимет вопрос о продлении вот этого торгового перемирия что вполне возможно ну даже если его и продлят сути дела это особо не изменит выиграть время может быть и выиграют но в конечном счете все убрется именно в ряд серьезных барьеров и отсутствием единой оппозиции и завершится все-таки возобновлением того самого конфликта и той сам торговой войны о которой мы говорили в 2018 году поэтому несмотря на то что сейчас рынком правит склонность инвесторов к риску мы это прекрасно видим в динамике рисковых инструментов мы видим то что происходит с нефтянкой кстати в этом плане все даже неплохо мы получили до поддержку которая нам необходима была с учетом наших целей по бренду в районе 65 долларов за баррель но эти тенденции в отношении рисковых инструментов друзья в отношении нефтянки я пока не берусь заявлять в отношении рисковых активов за исключением сырья я думаю что очень скоро изменится потому что вряд ли я один на рынке пессимист полагающих что собственно конфликт не удастся урегулировать на текущем этапе поэтому на рынке волей-неволей но все же окажутся прежние негативное настроение которое позволит нам отрабатывать идеи слабости рисковых инструментов ну такая небольшая вводная давайте теперь я перейдем к повестке экономического календаря сегодня у нас день отчета ввп европейских в 10.00 уже совсем скоро это темп экономического роста германии после этого в 13.00 темп экономического роста всей еврозоны надеюсь не нужно повторять друзья что с учетом тех провальных и слабых релизов по экономике валютного блока который мы разбирали с вами на протяжении последнего месяца очевидно что темп экономического роста будут точно гораздо хуже прогноза и окажутся в соответствии с негативными оценками и ожиданиями тех трейдеров которые адекватно оценивают сейчас конъюнктуру и реальность для экономики и от статистики я не жду каких-либо сюрпризов ставлю на плохие отчеты и ставлю на то что они должны будут повлиять на курсы европейской валюты по евро друзья вы все прекрасно знаете ориентируемся на еще большее снижение это в районе одного там 10 1 11 я от этих целей не отказываюсь 16 30 у нас данные по уроничным продажам сша и также заявки на пособие по безработице сейчас доллар чувствует себя очень неплохо потому что опять же может опираться на рыночный позитив который связан с ожиданиями того что уже в конце этой недели мы получим свидетельство того что штаты минут очередного шатдауна и также можно сказать друзьям раз переговоры пройдут в четверг а на высоком уровне между чиновниками сша и китая что в конце недели могут быть обозначены и позитивные новости именно относительно самих переговоров и будущих отношений сша и китая это причина из-за которой трейдеров а ну пока что в моменте нету необходимости паниковать дергаться нервничать уходить в инструменты с более выраженными защитными качествами доллар этим пользуются и в принципе сейчас находится на уровнях которые наверное с учетом а таких настроений и оправданы для него 110 64 это курса пары доллар иена друзья если запаса прочности ваших депозитов с учетом агрессивности вашей торговли не позволяет вам держать пару собственно дальше к примеру я допускаю то что именно на вот этом локальном позитиве доллар иена может достигнуть и 111 вам лучше тогда все-таки закрыть позиции и ждать и последующего снижения курса американской валюты чтобы открывать уже сделки позже я дергаться не буду сохраняю короткие позиции потому что мое убеждение и уверенность в том что доллар кажется ниже против иены связаны с тем что я примерил на себя позицию скептика который не верит в какой-либо прорыв а в плане переговоров о сша и китае 18.30 друзья еще отчет по запасам нефти сша на этой ноте я предлагаю перейти к нефтянке которые пока что нас радует 63 07 сейчас котировки на прошлой торговой сессии максимум был в районе 63 30 мы все ближе друзья цели в 65 долларов за баррель на настроение как я уже отметил а повлияли повлияли ожидания того что штаты в лице скажем демократов и республиканцев найдут решение по избежению избежанию а шатдауна хотя все-таки конечное решение еще за трампом а на рынке есть еще такие неприятные сигналы лично о трамп о том что не все его устраивают вот в прошедшем этапе последнем обсуждение выделение бюджетных средств и и возможно а он не одобрит уже казалось бы состоявшуюся сделку которая предполагает начало строительства мексиканской стены ну подробности мы еще на получим друзья позже на этой неделе давайте доверимся пока что рынку в плане того что он отыгрывает этот локальный позитив на настроениях касательно нефтянки только и поставим на то что это еще один аргумент в пользу того чтобы мы сохраняли длинные позиции но на мой взгляд даже еще больше настроение влияние на настроение трейдеров касательно нефти повлиял вчерашний отчет опека согласно которому производство нефти в странах ближневосточного картеля в прошлом месяце снизилась на 800 1000 основное снижение пришлось на саудовскую аравию кувейт и объединенные арабские эмираты еще одно доказательство того что страны картеля действительно исполняют обязательства которые были скажем взяты лично иметь на себя с учетом договоренности достигнутых в конце прошлого года в рамках ближневосточного картеля и еще ряда страна вне этого картеля это соглашение по снижению объема нефти добычи в целях ребалансировки рынка и стимулирования роста цен также я думаю что не стоит принижать значимый вчерашнего релиза от американского института нефти запасы снизились на практически 1 миллион баррелей это традиционный фактор поддержки для котировок нефти это важная статистика потому что сегодня мы ждем с вами официальные цифры друзья 18.30 они выйдут и в случае повторения таких же результатов уже и от официальных данных у нас будет еще один повод поставить на неизбежное тестирование 65 долларов за баррель ну и также сегодня в рамках торговой сессии доклад о состоянии энергетической конъюнтуры представит а международное энергетическое агентство я думаю если уж совсем сегодня подходит друзья мы поддержку получим еще и на этом докладе доллар иена ну в двух словах уже в принципе я объяснил что сейчас происходит выступление павла вчера я бы не сказал то что привело какой-то интересной динамики доллара паучера предпочел опустить вопросы изменения процентных ставок и просто дать несколько комплиментов экономики за которую он отвечает так характеризовав в лучшем свете состояние рынка труда да и в целом экономики трампа как я уже отметил в отношении шатдауна дал свою позицию вроде бы как республиканцы и демократы молодцы что попробовали все-таки сейчас сделали все возможное чтобы подготовить документ в конечном счете направленный на недопущение повторения шатдауна но снова повторяю друзья конечное решение за трампом оно будет озвучено в конце этой недели другого интересного фундамента нету все что нужно было использовать в качестве заметки опять же от того что на рынке происходит отношение доллара мы разобрали если скажем немного напрягает динамика с ростом доллара если вы ранее поставили на оснижение друзья я повторяю что на этих настроениях до конца недели мы действительно можем еще вырасти если вас не устраивает такой сценарий то вам лучше закрыть позиции если вы разделяете точку зрения аналогичную моей о том что доллар должен снизиться поскольку на рынок возможно также в конце этой недели придет понимание того что а сша и китай по-прежнему очень далеки от скажем решение которое должно позволить и может когда-нибудь позволить преодолеть торговые разногласия фунт против доллара вырос я думаю что британская валюта восстановилась на сигналы и сообщениях о том что палата общения поддерживает сделку мы ранее согласованным с европейским союзом если ей удастся изменить определенные пункты соглашения касательно вопроса бэкстопа если ей удастся убедить европейский союз чтобы в этом документе был прописано времени статус этого бэкстопа и тут же я хочу сказать что позитиву он не такой уж и позитив потому что фактически мы нужно будет протащить изменения в документе который отказывается менять европейский союз я об этом тоже уже очень много раз говорил друзья не нужно сейчас ставит этот позитив а вероятность жесткого брэкзита по-прежнему доминирует над вероятностью мягкого брэкзита я даже устал следить за новостным фоном по британцу потому что но он в целом не меняется тереза мэй что то там делает в конечном счете мы убеждаемся в том что в осы ныне там соглашения нету вероятности негативного исхода а повышаются разногласия сохраняются и все опять зуб точно мы считают что это не тот лидер который должен а сейчас пытаться сплотить правительство и парламента условия грядущего брэкзита тереза мэй тоже тянет резину вроде бы как на этой неделе мы с вами ждали еще один этап голосования по брэкзиту с учетом возможного принятия отдельных правах в том числе предполагающих продление инициирование 50 статьи так называемого тайно с официального срока выхода англии зс который сейчас назначен на 29 марта ну вот вчера на рынок пришло сообщение со ссылкой на скажем пресс-центр тереза мэй о том что голосование точнее следует на голосование пройдет они на этой неделе а 27 февраля и я уже склонен полагать то что тереза мэй прекрасно понимает что ей не удастся изменить текущее соглашение и она просто хочет палату общин парламента поставить перед фактом буквально за несколько дней до официального выхода что ребята одумайтесь если вы сейчас голосуете не поддерживать этот документ голосуйте против вы верхните экономику в состоянии полноценного экономического хаоса и конечно же палата общин может быть и друг это же оказавшись перед таким выбором понимаю что от них зависит будущее англии и вот на таком на шантаже все таки возьмем в кавычки пока это слово они могут и поддержать вся текущую версию документа которые так настойчиво пытается подтащить тереза мэй по другим инструментам друзья австралийцы и новозеландец меня кстати очень сильно поразили эти инструменты и их динамика в последние дни особенно новозеландец сегодня укрепившийся на 100 пунктов сейчас котировки 0 68 46 друзья я сразу предлагаю сделку селл стопа с уровня 0 68 20 потому что мы по новозеландцу увидели такую динамику на фоне решения сохранить ставку на прежнем уровне и на фоне подтверждения рисков извне подтверждение низкой инфляции которая не соответствует на целевым ориентирам и подтверждение того что политика должна оставаться мягкой ну как вы помните мы ожидали это в принципе ориентируясь на то что резервный банк новой зеландии будет руководствовать такой же ариторика как и резервный банк австралии поэтому текущий рост мне кажется ошибкой рыночный рынок все-таки одумается и возможно уже под конец сегодняшнего дня мы увидим новозеландца на уровне гораздо ниже что касается фондовых рынков обещал я вчера дать вам несколько рекомендаций я предлагаю по европейским площадкам все-таки ждать уровень для продажи посмотрите на гер 30 сделка я считаю может достать очень хороший если продать линкс уровне 11 200 то есть и посредством раз отложки сэлхо а лимита американский фондовый рынок будет конечно же ждать конца этой недели очень важного для доллара как я уже отметил для американского фондового рынка потому что а конец этой недели нам интересен не только подробностями по переговорам сша китая но и еще все-таки решением касательно удастся или не удастся преодолеть и а шадал если удастся друзья то он американский фондовый рынок может достигнуть в частности тот же самый снп 500 и юсей 500 инструмента в рамках торгового терминала а маркетса может достигнуть отметки 2800 пунктов либо даже 2850 но я советую все-таки пока что если вы не открывали позиции понаблюдать за американским фондовым рынком также как и за прочими площадками со стороны мы потом уже найдем уровень для продажи уверен то что распродажи они будут не минуем потому что точно так же как рынок сейчас покупают на ожиданиях неизбежно должны потом пойти распродажи на а фактах и эти факты скорее всего будут негативными для настроения друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошего удачной прибыльной торговой сессии увидимся завтра до свидания